Микс Ньюс Добро пожаловаться Я хотела спросить Вы слышите меня, да? Да, да, Владимир, у меня такой вопрос Я хотела задать вам вот один вопрос Здравствуйте, я по такому поводу Каждый понедельник По сути вашего вопроса первое Пожалуйста, да, ответьте на вопрос Почему такой закон принес? Это уже не соблюдение строительных нормативов В 10 утра Господин Сидорко, не могли бы вы Разъяснить проблему проверки счетчиков Здрасте, вот вопрос такой У нас два подвала идут параллельно, да? И два входа в них А как? Вы не могли бы нам посоветовать Я могу очень коротко сказать, что На коммунальные вопросы Очень сложные вопросы Это вопрос, наверное, не домоуправления И даже не жильцов Я понял вопрос В законе написано очень четко Председатель правления центра собственников квартир Сергей Сидорко Вопрос у меня был Господина Сидорко Я могу его задать? Не было ни одного случая Когда долги приступят У меня к вам вопрос А к кому вы хотите предъявлять претензии? В программе Добро пожаловаться Вот таков наш закон Начинается программа Добро пожаловаться Председатель правления Товарищества центра Консультации собственников квартиры Председатель кооператива БАК-2 Сергей Сидорко в нашей студии Доброе утро Ну, я понимаю, что никуда мы не можем уйти От коронавируса И, наверное, все-таки Вот у нас с утра тоже Слушательница рассказывала о том Как она протирает салфеточкой Смоченной в спирте В лифте Все кнопочки Понятно, что мы все живем в многоквартирных домах Не дай бог Вот где-то что-то случилось Там человек инфицированный Он, чтобы доехать до своего этажа Нажал на кнопку Открывал ручки двери подъезда Вот как вообще работать Как жить Вот как коммунальные службы Реагируют на вот этот вызов Ну, давайте начнем с того Что надо жить И, наверное, при всей такой Освещенности ситуации Не надо переоценивать опасность Это, с одной стороны, на мой взгляд, со стороны Хотя я сам нахожусь в группе риска По возрасту Но, с другой стороны, я могу сказать Что на сегодняшний день Мы в целом, наверное, с точки зрения Помещения общего пользования Вряд ли готовы к этой ситуации Вряд ли мы что-то можем предложить Единственное, что я могу сказать Если напрямую отвечать на ваши вопросы Как быть вот с этим совсем С помещением общего пользования Значит, надо придерживаться На сегодняшний день Единственное, что могу такого разумного сказать Придерживайтесь правил гигиены И если вы где-то прикасаетесь К каким-то посторонним вещам Будь то кнопка лифта Будь то дверная ручка И так далее Постарайтесь за время пути До ближайшего умывальника Не дотрагиваться до лица И не переносить инфекцию Которая, возможно, будет у вас на руках Ничего другого более разумного Я вам предложить не смогу На самом деле Тут у вас в передаче поднимался И более широкий вопрос Один радиослушатель позвонил И сказал, что Нужно всем две недели посидеть дома Ну, идея, конечно, светлая Только единственное Если сейчас работники теплового хозяйства И электрохозяйства посидят дома То дома останутся без отопления И воды Ну, скажем так Это первое, без чего останутся Ну, и свет уже, естественно, это вторично Без света можно при свечке посидеть А интернет? Ну, интернет тоже Без этого тоже можно В конце концов Давайте посмотрим друг другу в глаза Не через экраны Не через скайп А вот, скажем Отключение электроэнергии Потеря электроснабжения Это потери и теплоснабжения Это потери всего То есть мы будем сидеть вообще в холодном Без доме, без воды В антисанитарии и так далее Поэтому это невозможно И, скорее всего, очень бы хотелось бы Чтобы из всей этой ситуации Были сделаны выводы на будущее Примерно такого рода И то же самое это касаться Должное домоуправление Что есть специальности Есть виды работ Которые в такой чрезвычайной ситуации Остановить нельзя Нужно делать перечень этих работ Нужны, в общем-то, нужны рекомендации По мерам безопасности И, наверное, на тех работников Работу которых остановить нельзя Нужно загодя, заготавливать Комплекты безопасные Ну, безопасные Ну, какие-то там средства Безопасности Если надо, костюмы Если надо, перчатки Если надо, ну, я не знаю что Но, наверное, какой-то такой комплект Должен быть Потому что, ну, давайте мы возьмем Сегодня ситуацию Хорошо Тут же то же самое домоуправление Ну, общеизвестно Что во многих домах Состояние трубопроводов Весьма и весьма ненадежное Ну, происходит авария К вам приходит сантехник Он приходит сегодня в одну квартиру Завтра он должен по такому же поводу Идти в другую Послезавтра в третью И? Ну, да Получается, что может он стать переносчиком А если это случилось в квартире Где люди находятся на самоизоляции Скажем так Прилетели там из Италии Должен ли этот человек Проинформировать, что я на самоизоляции Должен ли я ему отказать в этой услуге Или должен ли я предупредить своего сотрудника О том, что он идет в квартиру С самоизоляцией И так далее То есть Тут куча вопросов На которые нет ответа На сегодняшний день То же самое касается Нам сегодня уже в кооператив Поступают звонки от жителей Они правильны Собственно говоря Чего вы там сидите И не занимаетесь дезинфекцией А у меня встречный вопрос Для тех, кто является специалистами По медицине А как часто Какими средствами нужно Дезинфицировать У меня такой вопрос У меня сегодня Как, наверное, в любом домохозяйстве Есть моющие, чистящие средства Со слабым эффектом дезинфекции Типа Донестаса Ну, Харпика Ну, это такие вещи Которые Первое Весьма и весьма дорогие Для массовой дезинфекции Второе Они предназначены Ну, скорее Для того, чтобы очистить поверхность А не для того, чтобы Ее продезинфицировать Да А потом Как часто это нужно делать Возможности Никто не готов был На это ответить Я не хочу ни в кого Пальцем тыкать Но уже Время прошло Достаточно много Чтобы хоть какие-то рекомендации Получать И указания Потому что Это может быть связано Не только с наличием этих средств Но и с тем Что стоимость обслуживания Должна повыситься На этот период Потому что Скорее всего Если делать дезинфекцию То это неоднократная работа В течение дня И Потому что один раз Это бессмысленно делать Понимаете, Олег Мы вступаем на почву Того, чего мы не знаем То есть Кто-то, наверное Возможно, знает Уважаемые радиослушатели Нашла у себя запасы Семидесятипроцентного спирта И Этим пользуется Ну я рад очень за нее Но где мне взять Несколько Сотен литров Семидесятипроцентного спирта Чтобы раздать сейчас Своим работникам Чтобы они пошли И начали Скажем Дезинфектировать Хотя бы Перилы И ручки Дерей Да И потом Сколько Стоит Это Должна Действительно Услуга И Насколько Это Ну а потом Эффект Можно спиртом Предотвратить Можно Такой Дезинфекцией Предотвратить Или Нужны Какие-то Другие Средства Или Достаточно Просто Помыть Моющими Средствами Эти кнопки И Может быть И Этот Вирус Будет Смыть То есть Здесь Нужны Какие-то Элементарные Совершенно Рекомендации Что и Как И Возможно Какие-то Требования По Периодичности И так далее Ничего Этого Нет На сегодняшний День Это все Остается На нашей Собственной У нас Звонок Здравствуйте Сделайте Тише Пожалуйста Радиоприемник Сделайте Тише Радиоприемник Мы фоним Человек По-моему Не хотел Разговаривать С нами Да Вот Насколько Вот эти Коммунальные Службы Я имею ввиду Там действительно Сантехники Служба Ремонта Там и так далее Они Сейчас Находятся ли В этой Группе Риска Поскольку Они контактируют Все время С большим Количеством Людей Наверное Эти люди Находятся Те кто Сегодня Вынуждены Общаться Причем С непредсказуемым Широким Кругом Вопросов Эти люди Все находятся В чрезвычайной Зоне Виска Потому что Он должен Уйти Если есть Вызов Ну хорошо Мы на сегодняшний день Отменили Все плановые Работы Которые Могли Мы можем Отложить Мы отменили Там работы По счетчикам И так далее То есть Ту профилактику Которую Можно отложить И в течение Месяца Ничего такого Не случится Опасно Но есть Неотложные Случаи И в этих Случаи Каким образом Я должен Посылать Человека В эту квартиру Но мне Как-то На сегодняшний день У меня нет ответа То есть Вроде бы Мы должны Если Случилось Аварии В квартире Мы должны Идти туда Но Как Масок Нету Перчаток Практически Нету Маски Не работают Ну а если Мне сотрудник Скажет Что Я не пойду Потому что Извини Да Риск И что Еще один Звонок Здравствуйте Здравствуйте Проходка Через кассы Например Магазина Депо 5 тысяч Человек В час 5 тысяч А у нас По закону Более 200 Человек Нельзя Собираться Мероприятием В максиме Я думаю Примерно В Риме Та же Самая История Разве Нет Ну Здесь Скорее Все-таки Это такой Уже Из другой Области Вопрос Что Да В больших Торговых Центрах Получается Скопление Людей Гораздо Больше Чем Разрешено По нормам Нет Это есть Вопросы Я не буду Я не буду Говорить за максимумом Потому что там Действительно И Хочешь не хочешь Ты должен Будешь Идти в сети И будешь Покупать продукты Так или иначе Здравствуйте Добрый день Доброе утро По вопросам Не связанным С коронавирусом Можно задавать Конечно Да Конечно Вот Мне вопрос Такой У нас В доме Мы создали Бедры Ну Как бы В свое время Так Мы Ну Пока Нас обслуживает Рига Снаму Парвал Нет Все-таки Определились Что Если Они будут Проводить Какие-то Ну Сами По своей Инициативе Ремонт Работы Чтобы Информировали Нас И Яхт Чтобы Ну При подписке Ахта Мы Участвовали Сейчас Они повесили Там Объявление Что Они Там Установили Где-то Теплоузле Аварийную Ситуацию Потом Ликвидировали И написали Какую сумму Сколько Это стоит В доме Мы Никто Не знаем Наши Бедры Члены Правления Никто Ничего Не Знает Вот Ну Мы Собираемся Сейчас Они Там Никто Не Отвечает Этот Номер Который Вот Скажите Пожалуйста Они Имеются Я понимаю Что Они Сейчас Не имеют Права Вообще Так Делать Что Ну Вы Сами Там Определяют Чего Отремонтировали И Списали День Спасибо Я Отвечу Именно На Ваш Конкретный Вопрос Да Если Вы Первое Если Вы Создали Бедрибу И Приняли Управление Домом На себя То У вас Вы уже Работаете Не по Каким-то Специальным Правилам Кабинета Министра Который Есть Для Недоприватизированных Домов А по Закону Квартирной Собственности Управления Жилым Фондом И Там Все Плановые Я Подчеркиваю Все Плановые Работы Дома Управления Должно Вас Своевременно Информировать Утверждать Планы Ремонтных Работ Источников Финансирования И только Тогда Приступать К этим Работам Но Есть Документ О Правилах Эксплуатации Жилых Домов Это Правила Кабинета Министров Номер 907 И В нем Сказано Есть Такой Пункт 17 Где Перечислены Вопросы Которые Домоуправление Должно Решать Технические Вопросы Которые Должно Решать Немедленно Вопросы Теплоснабжения Дома В отопительный Период Являются Именно Такими Вопросами Одним Из таких Вопросов Давайте Я сейчас Не буду Комментировать Конкретно Что Произошло В вашем Доме Но Аварии В теплоузне Аварийная Ситуация В теплоузне Как правило Это две Основные Проблемы Первая Это Выходит из строя Теплообменник И теплоузел Непригоден К эксплуатации Выходит из строя Циркуляционный Насос И это тоже Приводит К остановке Теплоослабжения И третья Выходит из строя Система управления Эти три Поломки Они Сразу вызывают Паралич Системы отопления В отопительный Сезон Это недопустимо Поэтому На самом деле Если Домоуправление У вас Констатировало Одну из этих Поломок И ее устранило Немедленно То это Вполне Нормальное действие И вряд ли Вы бы обрадовались Если бы Вам на собрание Вынесли В течение Полутора месяцев Вы решали бы Вопрос Как отремонтировать Теплоузел И при этом Сидеть полтора месяца Без тепла Ну Здесь надо понимать Но это Конкретная ситуация Здравствуйте Доброе утро Здравствуйте Ваш вопрос Пожалуйста Значит Мы им показали Большую фигу И сказали Мы сами Хотим пропуска Выписывать Ну Они сказали Нет Эти подписи Не годятся Собирайте снова Мы снова С большим трудом Собрали подписи Теперь У нас висит Объявление Подписанное Начальником РНП Ива Аузенцем Что у нас Нет денег Мы не можем Сделать Это самое Вам знаки Позвонили Старшие по дому Сказали У нас же Шесть тысяч На счету Берите Нет Мы должны Свои деньги Купить А потом Выставить Вам счет Вот у меня Важный вопрос Или этот Ива Аузенц Изображает Полного идиота Или Латвийские Законы Идиотские Которые Надо менять Или я что-то Не понимаю Как так Компания Которая Миллионную Прибыль Имеет Не имеет 1200 евро На своем счету Объясните Пожалуйста Ну Во-первых Не надо путать Прибыль Компании С вашими Потребностями Тогда вы В праве Заявить Любой Компании Которая Оказывает Вам услуги Что Ну-ка Сделай Мне за Свою Прибыль Это Первое Значит Прибыль Здесь Никак Не связана Второе Да Действительно Для того Чтобы Установить Знаки Регулирующие Стоянку Ну или Ну да Стоянку Около Вашего Дома Необходимо Принять Решение Двумя Третьими Голосов О том Что Первый Вопрос О том Что вы Устанавливаете Знаки Второй Пункт Решения Как Кто И каким Образум И в каком Количестве Выдаёт Пропуска Или разрешение На стоянку И третье За счет Каких денег Это будет Производиться Это три Необходимых Решения Вашего Дома К тому Чтобы Вообще Реализовать Ваш Проект Если Такое Решение Было Принято То Тогда Дон Управление Обязано Заказать Проект Оплатить Его Из средств Накопления Дома После Этого Установить Согласно Проекту Знаки Которые Тоже Будут Стоит Ну в среднем По моему Опыту Такого рода Мероприятия Около Дома Но Проект Плюс Изготовление Знаков Плюс Установка Все это Вместе Может стоить Ну Где-то От тысячи До двух Тысяч Евро Это Деньги Которые Вы Должны Определить Откуда Господин Аузыч Возьмет Эти Деньги Из Какого Фонда Или Он Это Будет Делать Или Это Потребует Те Кто Не Имеет Машин Чтобы Поплачивали Только Те Кто Имеет Машины Или Это Будет Для Всех Или Это Будет За счет Накопительного Это Вы Должны Решать Это Не Он Решает Если Вы Просто Собрались Подписи О том Что Мы Хотим Чтобы Нам Установили Знаки Этого Недостаточно Значит Надо Действовать Согласно Закону Почему Вам Домоуправление Не Объясняет Что Это Нужно Делать Именно Так Но Это Вопрос Домоуправления Меняйте его Да Алло Вы В эфире День Добрый День Вы Знаете Такой Вопрос И Может Быть Предложение Всем Слушателям Которые Слушают И Мне Такая Ну Как бы В свете Коронавируса Особенно Для Живущих Людей Которым В домах Которых Есть Лифты Поймал Себя На мысли Что Даю Ноу-хау Когда Человек Поднимается На лифте Сделать Такие Маленькие Может быть Какие Там Определенные Как бы Шпаргалочки Не шпаргалочки Такие Напоминалочки Когда человек Поднимается Образно говоря Седьмой этаж Может девятый Этаж Нажми Кнопку Спусти Лифт Вниз То есть Я замечаю Другое Что когда Приходят люди Один человек Второй Третий Они Пока ждут Лифта Вызов лифта Пока ждут Они собираются Вместе Раз Во-вторых Человеку Очень неудобно То есть У него Возможно Какая-то Тяжелая Нош Тяжелая Сеть Ему Надо Срочно Подняться Домой И тогда Он Очень Долго Ждет Вызов лифта Именно Опускания Лифта Человек Поднялся Опусти Лифт То есть Каждый Человек Подошедший К лифту А у вас Вопрос Какой-то Конкретный Или просто Предложение Это Нет Это мое Предложение И оно Поверьте Оно Очень эффективно Каждый Из нас Каждый Из нас Если вы Живете Я понял Ваша Но с другой Стороны Просто Кому-то Может быть В этот Момент Нужно Было Спуститься Вы Опустили Лифт Здравствуйте Здравствуйте В прямом И переносном Смысле Этого Слова Сергей Фомич Вопрос Такой Значит Надо Рассматривать Ситуацию Как Литовский Вариант То есть Полное Закрытие Всех Магазинов Всех СПА Салонов Парикмахерских И так далее Сотни 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 Тысяч Людей В ближайшее Время Останутся В неоплачиваемом Отпуске Если С чиновниками Государство Как-нибудь Им компенсирует Весь Частный Сектор Сфера Услуг Останется Без Работы Значит Кризис Неплатежей У всех Кредитные Обязательства И за Квартиру Они будут Платить В последнюю Очередь Далее Рига Ставит Всех На счетчик 80% Годовых За просрочку Платежа Если Ситуация Затянется Не на месяц А я думаю Что Реально Это минимум Полтора месяца А может быть И больше Значит ситуация Будет ухудшаться 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 Соответственно Вот как вы Планируете В своей Организации Решать этот вопрос То есть Вы уже с банками Разговариваете На эту тему То есть Вас же тоже Вам не будут платить Вы не сможете платить А как Людям Делать Понятно Я единственное Что попрошу Наверное Ответить Господин Сидорко После того Как у нас Пройдет Время Небольшой паузы После чего Мы обязательно Ответим На ваш вопрос Продолжается Программа Добро пожаловаться Председатель Кооператива БАК-2 Сергей Сидорко В студии Я напомню Нашим слушателям Вопрос Звучал действительно Так жестко Сейчас Многие люди Будут находиться В вынужденном Отпуске Кого-то Отправят Просто без содержания Тем не менее Плату За услуги Дома управления Квартплату Никто не отменял Ну и Здесь вопрос Очень жестко Поставлен И я думаю Реакция вообще На такую ситуацию Будет достаточно Жесткая Потому что На самом деле Как бы не Пыталось Что-то сделать Дома управления Оно с этой ситуацией В таком массовом Порядке Не справится Я хочу напомнить Что Когда был Предыдущий кризис 2008 год Тогда Процент Неплатежей Был 10-15 И уже Была ситуация Критическая Но В то время Государство Или вообще Сама ситуация Придерживала Основных поставщиков То есть Рига Силтенс Рига Суденс Они не столь Жестко Относились К неполным Платежам Как на сегодняшний день Сегодня Когда вы говорите Что там Включается Счетчик Включается Счетчик Со стороны Всех Само по себе Дома управления Вот если мы Возьмем Сколько Если вы платите Евро На квадратный Метр За обслуживание Ну за содержание Своей жилой площади Вам вы должны Понимать Что 15-17 Центов Это деньги Дома управления А все остальное Это деньги Внешних поставщиков Услуг Это деньги Силтумса Это деньги Уденса Это деньги Вывоза мусора И так далее И никаких резервов Допустим У нас в кооперативе Есть Достаточно приличные Резервы Но этих резервов Эти резервы Мы можем использовать На то Чтобы удерживать Ну скажем Работу самого Дома управления Но ни в коем случае Не оплачивать Долги Долги Скажем Вот эти все Обязательства Поэтому Либо будут Государственные решения Если государство Захочет Как-то решать Этот вопрос Либо Будет просто Отключение От основных услуг Потому что Сегодня позиция До сегодняшнего дня Позиции Силтумса и Уденса Основных кредиторов Дома управления Она достаточно жесткая Это первое И этот вопрос Каким-то образом Государство Видимо Придется решать С банками Говорить Нам практически На эту тему Не о чем Потому что Я должен прийти В банк И сказать Что я предвижу Что у меня Не будет денег Дай мне в долг Ни один банк С такой позиции Денег тебе не даст Потому что Когда я прихожу В банк За кредитами Я говорю Что у меня Вот если я предвижу Что у меня Будет определенный Денежный поток И за счет Этого денежного потока Я смогу Вам вернуть долги А говорить О том Что когда Кризис кончится Мы начнем Взыскивать Через суды Эти деньги И людей И тогда Будем вам возвращать Но это Не ли позиция Для банка Значит Здесь должно быть Какое-то другое решение И за пределами Дома управления Это должно быть Решение На государственном уровне Я поэтому и говорю Что наше государство Мы вообще В принципе Я думаю Что никто не готов К такого рода Проблемам Потому что Они очень Многоплановые И очень многое Сейчас предвидеть Невозможно То есть Будет увольнение Не будет увольнение То что сейчас Начнутся сокращения Они и так идут У нас В силу других причин Еще плюс Это добавится Ну да Это будет Очень тяжелый момент Плюс к этому Если это будет Ну вот массово Массовым явлением Понятно Что Ну вот Может ли государство Буквально выбросить На улицу Ну то есть В массовом порядке Огромное количество людей Которые просто не смогут Ну окажутся в долгах И не смогут Платить за Ну понимаете А у меня другой вопрос Кто будет оплачивать счета Допустим Система теплохозяйства Она Основана на импортных Энерговесурсах Да Кто-то же должен Их оплатить Никто же в долг На международных рынках Давать эти ресурсы Не будет То есть Здесь Комплекс Вопрос очень сложный Очень комплексный И Мы здесь Ну стоим На самом нижней ступеньке Там гораздо были На высоком уровне Эти вопросы Надо рассматривать И решать Значит Должно быть Какое-то Политическое решение О том Что Тепловые сети Работают Без оплаты Или с частичной оплатой Я не знаю Это Вообще Сложнейший вопрос Единственная надежда Что скоро лето Да Дожить бы до лета Здравствуйте Доброе утро Да Доброе утро Господин Сидорка Такой вопрос Не связанный С коронавирусом РНП Год назад Кажется Вело Ссылаясь На правила Кабинета Министров 408 Вело Дополнительную Плату За обслуживание Включив Лоджии И балконы Ну Первый вопрос Правильно ли это И вели ли у себя В кооперативе Такие нормы Я отвечу вам сразу РНП здесь ни при чем Есть закон О квартирной собственности Он давно Существует И там Четко написано Что каждый Собственник Платит Взнос В Дела Связанные С обслуживанием И содержанием Общей части Имущества Пропорционально Размеру Своей собственности Никогда Закон Не исключал Ваши лоджии Из этого Списка Это первое Значит По закону Должны были Давно Платить И это является Предметом Очень больших Разочарований В новостройках Когда человек Покупает Скажем Там 100 метров Квартиру И 150 метров Террасы Выясняется Что ему За террасу Нужно Кроме тепла Платить За все остальное Чисто Исторически В свое время Это не имело Большого значения Потому что Мы считали Всю базовую площадь С внутренней площади Квартиры Как по отоплению И вроде бы Это ничего не нарушало До того момента Потому что На самом деле Это как бы вам сказать Это пропорция То есть Мы можем делить На площадь ванной Всем выставлять счет То есть Если вам счет полагается Там 50 евро За обслуживание Ну какая разница На что его делить Ну давайте делить На площадь ванной Просводить к площади ванной Или еще к чему-то Но принцип закона Говорит о том Что нужны Общие части имущества Вашим идеальным долям Или Полной площади квартиры Но Этот вопрос Стал актуальным С того момента Когда на услугу Дома управления Ввели Плату ПВ Тогда налогооблагаемая база И получается так Что по кадастру Налогооблагаемая база Это площадь Вся налогооблагаемая база Формируется с площади Берем стоимость обслуживания Умножаем на общую площадь дома Не совпадает Она меньше чем Она больше чем то Что мы собираем ПВН Вот из-за этого пришлось И да И мы в свою очередь Тоже Это же самое сделали Мы запросили в кадастре Данные об общей площади дома И общей площади квартир И плату за обслуживание И ремонты Мы сегодня выставляем В соответствии с Общей площадью квартир Это правильно Это по закону Я не знаю Насколько это там Кажется каждому правильно Но по закону Это так И это было сделано Да Это была Скажем И исторически Несущественная деталь До того момента Пока не было ПВН Пришли вопросы у нас На наш ватсап Я напомню 2-3-0-6-1-9-1 Его номер Вопрос такой Значит Какие сейчас существуют Нормы на оплату За вывоз мусора Допустим Ну вот я помню Человек описывает Конкретную ситуацию 16-этажный дом В Зепни-Каунсе Здесь однокомнатные Двух- и трехкомнатные квартиры Все квартиры Оплачивают Вывоз мусора Одинаково Или же Все-таки Спрашивает слушатель Есть ли тариф От площади квартиры И количество проживающих Например В однокомнатной квартире Проживает один человек Этот человек моряк Он работает в море 6 месяцев Живет дома 6 месяцев Значит Находится На работе в море Но даже Когда он в море Все равно В счет Включают оплату За вывоз мусора Где же справедливость Ну Я хочу сказать Что вообще В таких делах Наверное Окончательной справедливости Нету На самом деле Если говорить о способе Деления счета За вывоз мусора Первая часть вопроса Каким образом Можно разделить Счет за вывоз мусора Который выставляется Дому Между собственниками квартиры Это компетенция Собственников квартир Принять решение Сегодняшние правила Кабинета министров Подразумевают Четыре варианта Первый Пропорциональное количество Квартир Это одинаковая плата Получается Второе Пропорционально Жилой площади Третье Пропорциональное количество Задекларированных И четвертое Пропорциональное количество Фактически живущих В последнем случае Собственники Сами должны определить Кто фактически живет Четыре варианта Пожалуйста Выберите Который вам кажется Наиболее удобным Для вас Этот вариант Тогда вы просто На собрании Либо путем опроса Утверждаете Передаете в управляющую Компанию И она будет делить Согласно Предложенного Вами алгоритма Еще раз хочу Подчеркнуть Управляющей компанией Все равно как делить По умолчанию Идет пропорциональное Количество квартир Это исторически Но Нам Вот нам пришел Счет Компании По обслуживанию Мусора 100 евро Мы его должны Разделить И получить Делить По количеству Живущих Или по количеству Задекларированных Нам все равно Если у нас есть Количество живущих Нам собственники Предоставили Будем делить По этому принципу Если Дальше Это первая часть вопроса По поводу деления счета Вторая По поводу Формирования счета Если мы говорим О Риге То в Риге Есть правила Обязательные правила По вывозу мусора Где четко сказано Что каждый Открытый Рады И то есть Ну как это Производитель мусора Что ли перевести На русский язык Ну то есть Каждый Мусорящий Или каждый Должен иметь договор То есть Каждый Собственник Квартиры Он считается Этим Мусорящим И он должен Иметь договор С компанией По вывозу мусора О том Чтобы Мусор Вывозился Это обязательно Безотносительно Дома Вы не дома Вы собственник У вас такой договор По вывозу мусора Должен быть По тем же Правилам Вывоз От имени В случае Многоквартирного дома От имени Собственников Квартир Такой договор Должны заключать Управляющие Компании Мы и заключаем На самом деле Не учитывается Вы вынесли Сегодня Вообще Мусор Или не вынесли Сегодня Такого учета Нет Есть Общее количество Контейнеров Которые стоят Или одного Контейнера Который Стоит У вашего дома Есть график Частота вывоза Вы не пользуетесь Значит Реже вывозится Значит Всем счет меньше Ну Таковы правила Здесь никакой Справедливости нет Здесь есть правила А пойти Скажем В домоуправление Показать Что от себя Не было Видите Вы придете Ко мне А я куда Должен пойти Дальше Мне Управляющая Мне компания По вывозу мусора Скажет Что Мы как вывозили По одному кубу В день Мы так и вывозим Ну Как дальше Значит Должно быть Тогда решение Дома Вот если будет Решение дома О том Что если человек Предоставляет Какие-то документы Ну а какие документы Он может предоставить Ведь очень часто Бывает так Что ты уходишь в море Кого-то пускаешь жить На это время В свою квартиру Такое сплошь и рядом И Ну да Типа меня нет дома Ну здесь Я не знаю Другого решения Есть правила Мы руководствуем Все правила Мы исходим Из того Есть решение Собственников Квартиры Способ отделения Есть решение Государства И самоуправления О том Как этот счет Формируется К сожалению Там много Очень вопросов Если нам мусор Копнуть То там еще Куча вопросов Что такое Кубомет Мы уже с вами Касались Этой темы Но на самом деле Ну такие правила По ним и будет То есть получается С другой стороны Большинство дома Решает вот эту схему Какую схему выбрать В отделении В отделении И вот например Если Ну Те кто Владельцы Однокомнатных квартир Они в меньшинстве Им бы конечно Было бы выгоднее Там по Количеству жильцов Или по площади Но Если они в меньшинстве То вряд ли Им удастся Пролоббировать Потому что Для владельцев Двух и трех Комнатных Все таки Выгоднее Я специально Взял все данные Которые у меня Есть в распоряжении Ну то есть У меня есть В распоряжении О количестве Задеклавированных У меня есть в распоряжении Там площади Есть количество квартир Ни один из вариантов Не найдет большинство На мой взгляд Самый справедливый способ Это площадь Вернее Почему он справедливый Потому что Он не учитывает Никаких нюансов Если у тебя больше имущества Значит ты больше платишь Не важно Сколько ты производишь Мусора Но у меня и другой вопрос А если у тебя нет Если у тебя нет денег На оплату Вывоза мусора Почему ты сидишь Трехкомнатной Или в пятикомнатной Квартире Да Тоже такой вопрос Интересный Я еще раз подчеркиваю Здесь никакой речи О справедливости нет Есть правила И им нужно следовать Не нравятся правила Значит Вы внутри дома Часть этих правил Можете поменять Вот примите Примите решение Но с учетом того Что если счет вам приходит Сто То от того Что вы там примите Какие-то исключения То он меньше Не станет От этого Если вы будете Сортировать мусор Да Он станет меньше А откуда идет Еще это веяние Это со старых времен В свое время В Риге была Справедливая система На каждого Прописанного Был тариф Мы платили За вывоз мусора Исторически Я еще помню Эти времена Мы платили В городе Был установлен тариф Допустим Два Там или полтора Ервы Латт С человека За прописанного В квартире Мы платили За вывоз мусора В этом случае Если я предоставлял Справку о том Что я на лето Выезжаю Допустим В Оллинский Пагаст И там я плачу За вывоз мусора Это мне в Риге Это снималось Была такая система Но сейчас ее нет Тут такой философский вопрос Человек предлагает Говорит Вообще ликвидировать Все фирмы Домоуправления Он их называет Прокладками И говорит Что нужно просто Прямое госуправление Потому что Эти фирмы Заинтересованы Больше в получении Прибыли А не в хозяйствовании То есть Сменить Предложение звучит так Сменить Одни прокладки На госпрокладки Ну очевидно Причем Поскольку государство Напрямую Чужой собственности Не может Управлять То есть Сделать все эти Прокладки С госкапиталом Ну Если человек Подразумевал Другой вопрос И скорее всего Мысль у него была Такая Что опять Вернуть Жилье В государственную Собственность И пусть Государство Оном Заботится Да Такой вариант Он вполне Себе Ничего Только Тот Кто предлагает Это должен Учитывать Что мало Не покажется Потому что Почему-то считают Это Такая Этакая Смесь Старого Сочинного То есть Управлять И обслуживать Будет по сегодняшнему А в собственности Это будет по вчерашнему И платить будем За это управление По вчерашнему Нет Если сегодня Вы столкнетесь С Недотационными домами Которые находятся В гос И самоуправлении Собственности Там Оплата идет По полной Потому что На самом деле Все это содержать надо И сегодня Нормальное содержание И нормальная оплата Я понимаю Что это может быть Звучит несколько Чувственно Она сдерживается Нежеланием Собственников Содержать свое жилье И поэтому Она относительно Низкая Если Сегодня Содержать дом Как надо Ну Квадплата Должна быть И расходы На ремонт И содержание Должны быть Как минимум В 2-3 раза выше Тогда Можно эти дома Привести в порядок И содержать нормально А с этим Никто не считает Почему-то Кто-то считает Что кто-то Должен Сделать Нет Да Собственность Назад государству Вернуть можно Но при этом Придется платить Арендную плату Которую Будет адекватна Тем потребностям Дома Которые Необходимы Для того Чтобы его Сохранять И содержать Ну Есть еще Один звонок Здравствуйте Пожалуйста Добрый день Добрый Суть Массовой Безработицы И невозможности Оплаты Коммунальных услуг И услуг Управляющих Компаний Что произойдет С нашей недвижимостью Ее отберут В интересах Управляющих Компаний Какие будут То есть Что будет С долгами Я могу вам Ответить сразу Управляющая Компания К вашим Долгам Никакого Отношения Не имеет Отбирает Не управляющая Компания Не надо Вообще Все концы Сводить К управляющей Компании Обязанность Управляющей Компании Это поддерживать Дома В технически Исправном Состоянии И максимально Обеспечивать Еридическое И техническое Сохранение Дома В том числе И подавать В суд На должников Для того Чтобы Отсудить У должника Деньги И перечислить Их Эти полученные Деньги Поставщику Тепла Воды И так далее И в этом Случае Если происходит Отчуждение Собственности Крайний вариант То оно происходит Не в управляющей Компании Оно происходит Государством По решению Суда И при использовании Институция Судебных Исполнителей Так что Пожалуйста Давайте Говорить Четко Мы стоим На страже Тех Кто платит Цинично Но так Мы обязаны Защищать Тех Кто платит Это раз Вторая наша обязанность Это обеспечить Сохранность Жилого дома И его безопасную Эксплуатацию Это две главные Задачи Которые У нас есть Все остальное Это вторично И это не к нам Еще один вопрос Здравствуйте Доброе утро Еще раз Такой вопрос По вывозке мусора Разве не было Вы сказали Что дом может решить Сам По какой схеме Вывозить мусор По площади Или по людям Разве не было Решение Конституционного суда После обращения В него Жителей Риги О том Чтобы завозить Мусор Только по Задекларированным Людям Спасибо Не знаю Такого решения Конституционного суда Не думаю Что это вообще Вопрос Компетенции Конституционного суда На сегодняшний день Вопрос Оплаты Коммунальных услуг Регулирует Два нормативных документа Вопрос Ну да Вот распределение Это Правила номер 524 Кабинета министров О том Как разделять счета За услуги Необходимые При эксплуатации Дома Это тепло Вода Канализация Синизация Вывоз Мусора Это первый документ И второй документ 10-13 Правила Кабинета министров Которые аналогично Регулируют Для Недоприватизированных Домов Ни о ком Решении Конституционного суда По этому вопросу Я ничего не слышал Ну и вот Еще один Вопрос При заключении Договора С управляющей Компанией Старший Дома Хочет Внести Изменения В договор Владелец компании Этого не хочет Что делать В этой конфликтной Ситуации Ну Здесь вопрос Такой Если вы заключили Договор С управляющей Компанией То вы Наверняка Первичный текст Его обсуждали И утверждали На собрании Собственников Вообще В принципе Отвечу более коротко Это компетенция Собрания Собственников Квартир Если Ваш представитель Не может В добровольном Порядке Договориться С управляющей Компанией То он должен Собрать Собрание В соответствии С законом О квартирной Собственности Сформулировать Те пункты Которые Собрание Считает Необходимо Внести Договор Письменно Предоставить Этот протокол С этими Изменениями Договора Управляющей Компанией И если Она отказывается Это делать То у вас Предусмотрен Там в договоре Механизм Что в течение Несколько Месяцев Вы должны С этой Компанией Расторгнуть Договор И найти Ту компанию Которая Будет Согласна На предложенные Вами Условия Другого Пути Нет А есть Ли возможность Изменить Внести Изменения В договор Который Уже Подписан Ну Всегда В любой Понимаете Договор Это же Добровольное Согласие Двух Сторон Всегда Можно По обоюдному Согласию Внести Изменения Всегда Это можно Сделать Но если Договориться Не удается Другой Вопрос Здесь Может быть Нужно Обязательно Помнить Что это Должна Соблидаться Процедура То есть Если Вы хотите Внести Договор Изменения В договор Об услуживании Дома То Это Должно Быть Изменения Должны Быть Утверждены На собрании Дома Или Путем Опроса Должно Должно Быть Решение Собственников 51% Должны Сказать Что Хотим Договорить Такие Такие Пункты И Отозвать Такие Такие Пункты И После Этого Начинается Переговор И Если Управляющая Компания Отказывается Потому Что Может Можно Вносить Предложение Такое Управляющая Компания Я могу Вас Обслуживать Только За 50 Центов Нет Мы Хотим За 45 Но Если Я Не Никто Не будет Работать Себе Убыток Поэтому Здесь Либо Договор Но Для Того Чтобы Говорить Компетентно Нужно Иметь Решение На руках Ну что На самом Деле Время Нашей Сегодняшней Программы Уже И Завершилось Пишите Если У вас Есть Вопросы На номер Ватсапа 2 3 0 6 1 9 1 Мы С удовольствием Ответим На эти Вопросы Уже В следующей Программе В следующий Понедельник Председатель Правления Товарищества Центр Консультации Собственников Квартиры Председатель Кооператива Бака 2 Сергей Сидорко Был В нашей Студии Спасибо вам Всего доброго